Страшный тоннель. Музычка. Люди, кто здесь? Чёртик-мортик. Хе-хе, напугал. Всем привет! С вами я. Ну и, естественно, я. Да, тебя нам точно не хватало. Знаете, сегодня чё? Сегодня с утра съёмок не производил, потому что срочная заявка была из Москвы. Вот в прошлом ролике я говорил про компенсатор, который надо было устанавливать в магистраль слива. Сегодня мы его срочно делали и отчитывались в Москву, поэтому не до съёмок было. Уж извиняюсь, что я не показал, как это всё происходило. Но мы всё установили, всё сделали. Работает. Что ещё? А ещё? А ещё я сегодня, ха-ха-ха, наколдовал так, чтобы у тебя сломалась ГПА. Так тебе и надо, Лёня. Да. К сожалению, сегодня ГПА сломалась. А как сломалась? Она просто лопнула и кверху туда. Как будто кто-то ткнул её. А? А вы знаете, у меня есть одно средство. Он блефует. Есть, есть. Есть одно средство у меня против тебя. Тебя что, КУПА обортунуло? Нет, она просто не лопнула. Мы уже зашли. Парфюмеры поснимай. Да, вон они. Парфюмеры. Вонючие. Какие вы пальцы жесты показываете друг другу. Что, включим на себя? Да. Всё замечательно. Отлично. Здесь-то что, можно проверять срывочки? Здесь уже явно откачали. Вагончик Аминдорф. Сегодня отправляется в Новороссийск. Нам какого-то хрена кто-то, какой-то гад наколдовал проходящий поезд. Я знаю его. Ты тоже его слышишь? Да. Вон она, отсюда прям стреляла. Прям такой фонтан фигачил. Теперь не фигачит. Теперь... Теперь шею свернул бы. Отфигачила она своё теперь. Тихо, тихо, тихо. Почему? Не ломай. Лён? Да. На лён надо посадить. Мультик, мультик, мультик. Мультик, мультик, мультик. Сразу соберём сейчас. Поставим новый... А, кстати, где он? Никто не видел здесь. Поставим, короче, сейчас сразу новый датчик. Всё, соберём. Там только на месте два шланга прикрутить. На датчик провода. Это ты как влагу, что ли, не нашёл? Да, я не... Не, чтобы до раками сходить. Не, не, чтобы было треть месяца. Ну вот. Пошла жара. Пошла жара. Не, не, не ровно идёшь. Не по резьбе. Не, не. Ну вот, всё готово. Поставили новый датчик. Всё, собрали. Осталось только нам установить это. И крутить две гибких подводки. Ну и провода подцепить к датчику. В принципе, там, дело. Вот и всё. Сейчас мы ожидаем прибытия проходящего поезда 67-го, по-моему. Или 61-го, я уж не помню. Давайте посмотрим заявки. И там у нас проходящим сразу запросилось ремонт два вагона. А у нас сегодня тоже двое на смене электриков. Я не знаю. Я думаю, что мы успеем. Потому что в одном вагоне не так критично. А вот в другом. А, 69-й по 70-й. Москва, чуть там. В первом вагоне, как, естественно. Я тебе там засор наколдовал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ничего смешного, кстати, в этом нет. А во втором вагоне крышку надо поменять. Видать, сломали. Вот. Оба вагона системы ТК-02. Угу. Стоянка поезда у нас показывает. 23 минуты. Ну, что. Мы пойдем втроем. Я, Женя и Вова суперслесарь. Так, сокращенно. Вова СС. СС. Вова СС. Ну, пойдем втроем. Пока я крышку быстренько поменяю, сбегаю. Они начнут разбирать башню. Хотя написано, что засор туалетного модуля. То есть в самом вагоне. Ну, там будет видно. Поэтому поэтому что делаю? Включусь только уже там на вокзале. Наверное, там где-то дальше. Женя, он сразу побежал крышку ставить. А мы пока с Володей тут... Да, скорее всего, там дальше идет. Мы сейчас туалетный модуль поковыряем. Эд, я уже продавил сейчас нормально. А-а. Ну, так же, да? М? Не-не, у меня второй. Я понял, понял. Просто сравнивали один с этим... Этот с этим... Ну, хорошо. Нам исключительно повезло. Поездной разобрал сам, пробил и засор у него ушел. Поэтому мы просто пришли, потестировали, посмотрели, и здорово. В этом вагоне сейчас Женька крышку меняет. Мы его ждем. И идем, ну, уже... доделывает наши составы. У нас там еще два вагона на парке осталось. Вот так. Ну, вот у нас последние два вагона. Проверить. 92-го состава. Вернее, прицепки к этому составу, которые завтра утром пойдут в Москву. И Женя опять себе клеит очередную юбку на вечер. Нет, ничего, я просто... Понятно, все понятно с вами. Ладно, ладно. Не будем у тебя полить. Мы не спалили твою контору. Но нисколечко не спалили его контору. Нисколечко не спалили. Так, 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 так. Что у нас тут? Вот такие вот фишки. Розеточки мы их называем. Под вагоном идет электрообогрев фановых труб. И вот там на ТО-2 сегодня на вагончике идут сплошные провода. Без розеток. Так делать нельзя. Сейчас буду здесь спаивать, готовить рукав. Соответственно, там уже на месте будем все переделывать. Ну и сейчас идет ПДК-комиссия. Там есть небольшие замечания. Ну, небольшие. Вот. Пока только в одном вагоне. Женька убежал ГПА ставить на место новую. Тут уже все забрали, перекрутили. Ну, сами видели. То вот мы сейчас с проходящего пришли, немножко поужинали и вот разбежались. Сейчас я перепаяю все, сделаю провода. Подготовлю и по нем ТО-2 добивать уже. Если честно, ТО-2 одел Женька и я напрочь забыл про эти розетки. У меня вылетело с головой. А Женька просто про них не знал. И сейчас мастер увидел это. Хотя мимо просто шел. Он увидел и дал нам втык. А еще... А еще я на зло тебе посылаю вирусные бактерии. Вирусные. Я приму средства против тебя. Понял? Приму обязательно сегодня. Да, я немножко приболел. Я чувствую прям. У меня горло начинает болеть. Мерил температуру 36,9. Ну, слава богу с собой есть таблеточки. Бульк-бульк. Вмазал и вперед. Ладно, давайте паять. А там уже на вагоне включилось. Ну, вот она розеточка. Что с той стороны вагона? Что с этой? Сделали розеточку. Ну, пока делали, тут еще выявили замечание, что как будто сол куда-то утек. Теплоноситель, который греет непосредственно этот бак. Все думают, что утечка, но была бы утечка, либо в вагоне бы вытекло все синее было бы, либо здесь бы потекло из-под люка. Но ничего пока не течет. Классно, да, под вагоном? Тормозной шланг воздушный не подцеплен. в принципе и не нужно. А! Что? Фонарик посвечешь? Сейчас, давай, посвечу фонариком. Вот надо было, надо было фонарик-то взять, я же его зарядил. Надо было. Надо было. Он на насля приходит, допускай. Да нет, просто кто-то здесь трубку менял, а то сол не залил еще. Кто поменял, кто-то менял. вон она белая топчит. Ну, он уже появляется у тебя. Еще чуть-чуть. Что, Вик, еще надо. О, как ты наливаешь-то. Как на разливе работал. Боролобедин пошел. Как смена, Женя? Я хотел пораньше свалить домой сегодня. Не, не получается. Ну, шаурма бегает. Шаурма бегает. Куда, кускай, собака. Да, пускай бегает. Сидим, ждем последний состав на сегодня, 77-й. Заявки там никакой не было. Сейчас спросим, как обычно, у поездного механика, есть ли какие-то там замечания или неисправности. Если есть, сразу сделать. Если нет, то я на какие-то 20 минут пораньше уеду домой. А точнее, не домой. Я вообще в гости сегодня собрался вечером. пара водички, взяли спички, подожгли слону и яички. Есенин, Пушкин, кого вы тут насчитываете? Тех самых. Тех самых. 77-м еще не объявляли. Ждем. Сидим, ждем. Тут мне тучки не нравятся. Я вчера, кстати, поехал с работы, вернее, пешком пошел, дождь пошел. Не такой мелкий, небольшой был. И вот сейчас какие-то тучки ходят тоже. Здоровые какие-то. По пятому пути главного направления проходит грузовой поезд. По пятому пути главного направления проходит грузовой поезд. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Как вы уже поняли, смена подсошла к концу. Я бегу скорее в гости. Вот. Закончим этот ролик, где и начали. В этом страшном тоннеле. Музычку. Ну что? Где это у нас, чертик-мортик? Где ты? Я смотрю, тебе понравилось в моем логере. Да, что ты думаешь? Почитай тебе книжечку. Книжка и есть средства против меня. Бред какой-то. Ты в этом уверен? Точно уверен. Ты точно в этом уверен? Точно, точно уверен. Ну, тогда начнем. Ну вот, видели? Даже не пришлось начинать. Взял и убежал. Все. Всем счастливо, всем пока. с вами был я. Улыбайтесь. Вам это идет. Удачи, здоровья, счастья. Не болейте, ребят. Я, конечно же, немножко приболел. Чуть-чуть. Но, я думаю, впереди у меня два дня. Оклимаюсь и все, будь здорово. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.